Фастерс Озвучку мою вставили Внимание данное видео, стержни церунную броню Не рекомендую такого шмотра лицами, достигшими 17 лет 18 плюс онли Поняли? А? Теперь пишите дымоходику, чтоб они это вставили Типа как в тычуберах, помните? Смотрите какой я пиздатый, потому что я купил себе шмотки, а потом роллтон кушаю Хейтеры, сосите хуй Желаю, чтоб вы в тюрягу нахуй сели ПИТДОХ Ой, это Марк Булах и бомбер был? Ой, секундочку, мне пишет владелец квартиры Чё ты делаешь, Макс? Вверх Рисую Так, всё, извиняюсь, поняли Всем привет, мы ищем самых модных и стильных людей Ну а ты смотри ещё больше Между прочим, очень хорошие ребята в жизни общались, прекрасные Ваши роликов на тему сколько стоит шмот на нашем втором канале Дымоходик, ссылку найдешь в описании И обязательно досмотри это видео, потому что в конце ролика мы разыграем 10 тысяч рублей на твой телефон И не забудь подписаться на наш инстаграм, потому что именно там мы общаемся со своими подписчиками Погнали! Здорово бандиты А со мной пообщайтесь, пожалуйста Андрей Вот так вот даже, да? Сколько тебе лет, Андрей? Сколько 10 тысяч там от силы, 10 рублей на туру секунды, я отвечаю 4 она стоит около 45 тысяч Но армбэнда нет Он выглядит как бомж просто Знаешь, как колхозник какой-то Почему на нём это так всё дорого? Чё за 4-2-4 первый раз такой бренд слышал? Даже на Fafish продаётся Красиво Типа, ну 40 лет стоит, надо брать Дорого-богато Окей, давай дальше Футболка Филипп Лэйн, она стоит около 20 тысяч, но она уже убитая Оригинальная Да Это джинсы Unique Пух и камни отвалились, всё равно поношу Кло, они были по скидке за 2 тысячи Охуенный Джордан оф Вайт, они стоят 66 тысяч Рюкзак обычный на папире, он стоит 4 тысячи Ещё есть Кошелёк Лэйн Могородник Он стоит около 29 тысяч Тоже оригинальный Да И Гаярд Кардхолдер На Farfetch, похоже, был 79 тысяч А, кардхолдер, в котором просто ты кладешь карточки, совсем понятно А ты за сколько купил? А мне бесплатно достался Это где раздают? А это не раздают, так Так вышло Он, по-моему, своровал По-моему, это брат братишки Воровал, что ли? Типа того И у меня ещё ремень Вот, Жан-Франк Ферре, ему уже, не знаю, ему лет 6, но он был за 8 тысяч куплен Мне мама подарила Чувствую замешан где-то по твоим шмоткам ресейл Да Есть такое Ну, я теперь продаю вещи Вот За КМ кодами бегали, но ничего нельзя Факу-сима Ага, поняла Часто в комментариях бывает такое Прикольно Прикольно Спасибо Там, например, в Стонике Нормально Никто ничего не скажет Да, в центре нормально, все адекватные люди Это так, на окраинах есть Которые Часто ново Рынок криптовалют Снова переживает Американские горки То падение, то рост Не марк буллах Здарова, бро Привет, мэн Для тех, кто сейчас не узнал тебя Расскажи, чем ты занимаешься Я снимаю скандальные трешовые пранки по Москве И не только Разъебываем народ Приводим людей в шок Ну и всё в таком духе Раскачиваем, так сказать, серый народ Какой-то, знаете, уже такой Пуставший Держи Спасибо Чтобы они побольше улыбались Но многие воспринимают Это не так, думают, что мы, блядь, беспредельщики Какие-то и нас надо посадить Но вы не правы, ребят, нельзя Так делать надо почаще улыбаться Согласна по-моему Ты больше чем отвербил, беспределишь Ну, блядь, моментами, да Моментами нет Не знаю Какой Какой, по твоему мнению Самый жесткий был эксперимент у тебя? Я помню, у них был эксперимент Где они там, типа, примерочные устроили Евлию Наверное, когда мы били где-то в магазине Я хотел купить картину И пока выбирал картины Сносил всё в магазине Всё падало Все вазы там Вся витрина повалилась А, я помню это Но всё в таком духе Когда что-то разбивается, мне нравится это Но формат изживает себя И думают, что это вандализм какой-то конченный Но я людям заплатил Но я людям плачу намного больше, чем разбиваю Поэтому всё окей Не думайте плохо Да, это красавчик Как большинство пранкеров ещё не перешли Но всё равно им потом это всё убирают не очень Шёл на формат социальных роликов Я буду смотреть пародию на братишки Но я же открывала её при вас, ребят Просто потерпите Сейчас я смотрю это видео Я смотрю их по очереди Блин, нет Вот, кстати, ненавижу социальные ролики Когда вижу в инстаграме какую-то социальную пайботу Сразу скипываю Это очень скучно Как будто смотришь двухчасовой фильм, мне кажется А сколько тебе лет? 25 Ты за старый Рассказывай, что на тебе? Какие шмотки? По чём покупал? Ну на мне кеду Дольче Габбана Купил за 32 тысячи пару лет назад Штаны Энтони Марата Хотя все думают, что это Балмейн, но нет Футболка Дискварет Купил в Хорватии тысяч за десять Крупненький парень, я думал Андрич Купил за 42 Кепка Палмэнджелс Тоже тысяч девять восемь где-то Чё ещё? Чё-то прикупил? Не, не прикупил Ебать, он даже порвался Покупал год назад в Луевитоне кеды По пизде пошли через неделю Все вмятини стали Они меня попросили, говорит, принеси мы посмотрим Я принёс, говорит, ну ты наверное их уже давно носил, поэтому ты их разъебал Хотя на первую же неделю они помялись В общем, чё хочу сказать, ребят, не покупайте в Луевитоне обувь, очень плохое качество, я недоволен Меня ещё послали, говорят, чувачок, иди отдыхай У тебя как сейчас с пранками, это приносит бабки? Да, в последнее время стало приносить, но я до последнего не продавал рекламу, потому что не хотел за 20-30-50 тысяч делать рекламу А сейчас, когда ценник поднялся до 200 хотя бы, то уже можно что-то продавать Более-менее жить на этом Но без всяких раскруток, лесенок, мошенничества, никогда этим не занимался и сам по себе вообще честный парень Я никогда никого не обманул А тех, кто обманывает, желаю, чтобы вы в тюрягу нахуй сели Здрасте, как вас зовут? По ходу, по ходу, сай номерок у неё взял Александр, слушайте, ну вы просто супер стиль Сколько вам лет? 28 будет Это всё палёнка Всё палёнка? Всё палёнка, господа Ну вот, обувь, сколько там, по-моему, 7 тысяч отдавал Уже все за три стены Ну, хотя год на них хожу уже, вообще вот так вот заебись Они как только вышли в продажу, я сразу такие взял Костюм, весь комплект 8500 стоит Вот Что ещё? Часы, палёнка, улиц Нардин Оригинал, вроде, для вам 700 стоит А такие? А я же за 6000 взял Стильно, модно А тут две машины, бизнес есть Ребят, по мне так лучше в деньги вкладывать что-нибудь полезное, чем вот шматё и ходить Кошелёк тоже у тебя, да, неоригинальный? Конечно, тоже палёнка, всё палёнка, ребят Косарь и два года с ним хожу и вообще никаких проблем не знаю Вот Очки Ну типа Красавчик Ну то есть У меня тоже дохлопленная обувь Я вам говорила Я вам показывала Ну типа, ничего там такого нет Типа, если это комфортно, если это, ну, удобно Есть палённая обувь, например, которая, ну, типа, ноги хуёвит То есть, ну, поэтому можно выбирать, типа, тщательней Поэтому В Пале ничего такого нет Вообще, абсолютно ничего такого нет Не нужно это постыдиться Ну, Пале, Паль, типа Ну, если у тебя нет денег на кошелёк Ловитон за 100 тысяч, блять Купи себе палёный и ходи Такой охуевший Ну, если тебе нравится визуалка Ну, ты не можешь себе это позволить Ты можешь купить Паль То есть у меня, ну, есть брендовые вещи, которые мне нравятся Визуально выглядят, ну, красиво, правда красиво Ну, типа, я не могу себе позволить потратить 100 тысяч на брендовую шматку Поэтому я, типа, могу купить себе хорошую, типа, поделку И в этом ничего такого нет вообще, абсолютно В 4 года в них хожу, покупал в Сочи на Красной Поляне Покупал где-то тысячи за 2-3 или что-то А цепочка тоже не настоящее золото? Цепочка – это золото, это уже наследство Цену не могу сказать, не знаю, не оценил Ну, и наушники Samsung Я с Samsung хожу, я не iPhone и дрочер Я с Samsung 10 лет хожу Вот, поэтому наушники Samsung оригинальные По-моему, 9 тысяч стоят Слушай, тебе на улицах не говорят часто, что ты похож на Киевс Тонера? Похож на Киевс Тонера, похож, раньше был на Тимати похож На Смоки Мой еще похож? Ой, ну, блядь, ну хуй знает Так, на кого еще говорить похож? Интересный Раньше еще на Джигана был похож, когда я так покрепче был, прежде чем бизнесом занялся По бизнесу занялся, сразу мамон отрастил Чего у тебя за такой бизнес? Расскажи, я тоже хочу так, есть вкусно Сначала я работал Blackstar Как ни странно Серьезно? Да А что ты там делал? Продавал что-то? Сначала продавал, потом в магазинах работал, а дальше уже пошел в семейный бизнес И дальше уже свой, ну, сервис открыл автомобильный Вот скажи, ты заходишь во всем паленом в ЦУМ? Не только в ЦУМ, я во всех хайповые места могу заходить, и я никогда не стесняюсь этого У тебя такой жизненный посыл показать всем, типа, ребят, смотрите, я можно и задешево одеться, коррозил, симпатично, не нужно выебываться Понты, это, на данный момент, это самое лишнее Те, кто понты, в основном денег и не имеют Потому что они пытаются только через шмот, как-то себя реализовать, показать, что, смотрите, какой я пиздатый Потому что я купил себе шмотки, а потом роллтон кушаю Добрый день, как вас зовут? Меня зовут Алина Алина, скрываешь возраст? Нет, не очень Не очень скрываешь? Да Зависит от того, кто спрашивает Мне не надо, да, отвечать? Ну почему нет? 37 лет мне Снизу Шанель Очень молодо выглядит, очень Дальше Нили Лотон Это американский бренд Ого, это брюки, брюки А сколько такие стоят? Около 500 евро где-то Дальше что это? Свичок тоже Нили Лотон Мммм Мммм Джекет Шанель Ммм Джекет Шанель Тоже бренд Спасибо Ювелирных украшений А это Made by me Это мой бренд Alien Jewelry Made by me Это значит, что это ты сделала? Да Своими руками? Да Н 다 Ты занимаешься изготовлением ювелирных изделий Да Я дизайнер ювелирных украшений Классно По чему тебе можно купить такой медальон? 1800 евро Здесь Булгари Здесь Карти brat прочитай после видео Спасибо Здесь Бриге Бриге вауу Вот эта часть очень красивая Да В ушах фан ключев Это все бриллианты Выглядит как У тебя это основное занятие, дизайн ювелирных украшений? Нет, я инженер-программист. Программист? Ты пишешь программы? Офигеть. Судя по тому, как ты дорого и стильно одеваешься, наверное, это какие-то очень успешные программы. Удачно. Капец. Ты замужем? Жестко. В поисках мужчины? Мы рассматриваем варианты. Если тебе в Инстаграм будут писать в Директ красивые молодые люди, как ты отреагируешь? Почему нет? Смотрите, какие пи***и вокруг. Осуждаю. В рот женей по пи***й. Ребят, смотрите, кого встретят. Это же Илюха. Известный как Бомбер Шоу. Здорово. Привет. Как тебе делать? О чем же вроде из глаз этот черный цвет выходил? Нет? Нет, я же боюсь. Рассказывай. Слушай, ну, на самом деле позитивно. Я сегодня отоспался, потому что вчера я почти двое суток рулил за рулем. Короче, кайфовал, блатовал. Но сейчас уже позитив, пью кофеёк. Это реклама или нет? Ты же вообще не из Москвы, правильно? Вроде же не по пипикой. Я из города Тольятти. Ну, скажем так, первый миллионник Самарской области. Это Nike Air. Ну, в принципе, там по ценнику порядка 12 тысяч рублей. Штанцы это Dolce & Gabbana. Порядка 80 тысяч. Милитари там чё-то, чё-то. Ну, на самом деле... Нормально Бомбер так одевается. Честно, пьяный дебил. Я бы в жизни трезвый никогда такие штаны себе не купил. Мы гуляли в Москве, то есть это, наверное, года полтора назад. И теперь эти штаны у меня чисто для Москвы. Серьёзно, купю штаны за 80 тысяч? Рекинь? Конченый. Просто конченый. Ну, я пьяный гулял и начал болтовать. Ну, возможно, меня нагрели. А футболка-то твой мерч, похода? Футболка... Он за Инвокера играет там. Что за клава на фоне? Он играет... Варкрафт. Это мой мерч. Ну, порядка... Вам мешает, я могу микрообрубать. 4 тысяч, потому что это эксклюзив. Часики Mitsubishi оригинальные. На самом деле, я их купил только из-за того, что я хотел очень сильно машину. Вот. Я купил их за 12 тысяч рублей. Вот. Ну... Машину-то купил? Купил. Тоже Mitsubishi? Три дня назад, кстати, перед поездкой в Москву, я ее купил, поэтому... Ничего себе, тату-мастер купил себе эта самая машина, красавчик. Двое суток за рулем был. Сумка Ferrari, порядка 200 долларов. Когда доллар стоил еще, по-моему, 6 рублей, не соврать бы. Сколько у тебя татуировок на теле? Ты вообще считал? Это сложно посчитать. Ты знаешь, как бы, людям, которые впервые сталкиваются с татуировками, я обычно говорю одна. Одна большая. Но, на самом деле, естественно, между каждой татуировкой есть какие-то небольшие разрывы, небольшие... Ну, мы ее уже стерли, типа. Ну, вот, как вот здесь вот, например. Я знаю, что он не только тату-мастер, я знаю, что он на YouTube-канал типа ведет и там делает всякие трешовую фигню. Насколько я помню. Вот, но в среднем, скажем так, если бы я за все эти татуировки платил, ну, это порядка трех с половиной четырех миллионов на мне. Слушай, а покажи, у тебя рога, что ли, еще на голове? Да, я не так давно обновил рога. Как я понимаю, по твоему внешнему виду, тебе вообще пофигу, что про тебя люди думают. Ну, какие-то реакции прям такие, которые запомнились, когда люди прям в край офигели от твоего внешнего вида? Я ехал в метро, это было, по-моему, 13-й или 14-й год, у меня лицо только начало было, только начал забиваться. И, собственно, бабуленька подлетела ко мне, начала меня поливать водой. Как я понял, потом это святая вода была. Туда-сюда, выйди, чувак. Я такой, твою мать, бабуленька, пожалуйста, дай лучше я попью, мне плохо. У меня давление, мне херово. Ну, она в итоге там крестила-крестила, я думаю, ну, все-таки бабулю сложно напрягать. Я думаю, лучше я выйду, в соседний вагон ушел, так та продолжила уже через стекло вагона, она продолжила стоять, меня крестить. У тебя, получается, еще и зрачки забиты, правильно? Да, я первый человек, который в СНГ сделал татуировку на... Петух! Первый человек, который сделал татуировку на глазных яблоках в СНГ. Я знаю, что у тебя еще язык необычный. Покажи зрителям нашим. Что это такое? Мы не знаем, что это, но мы пиздец этого боимся, это полный Джунгл Бэлз. Сазывается, все очень просто, я в том числе ее делаю, кстати. Ну, ничего... Представляете, что вам высунуть язык и просто вот так... Хоть, п***, так сделать на ваш язык. Что необычного, я не знаю, может быть, для обычных людей это как-то странно, но я уже к этому привык. На мне это уже более 10 лет. Слушай, помогает как-то в сексуальной жизни вот такой язык? Цензура, цензура, цензура. Ты берешь, значит, цензура, цензура, а потом берешь и цензура, цензура. В общем, все нормально. У меня у жены такое же, кстати. Мы иногда это, когда целуемся, путаемся языками, потом приходится докторов вызывать, развязывать. А теперь давайте подведем итоги предыдущего розыгра. Пошутил или реально? Кстати, он пошутил или реально? Он пошутил или реально путается? Реально путается? П***ц, походу Боберейф, ребят, произошел. Реально путается? Пошутил? Я реально поверила. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok